Меня зовут Анна Алексеевна, я врач-офтальмолог клиники Кругозор и научный сотрудник отдела ортокератологии и контроля миопии Национального института миопии. И продолжая тему легкого старта с AkiVision, предлагаю вашему вниманию наш опыт применения стартового набора в клинике Кругозор Москва. Итак, напомню, что стартовый набор регулярных сферических линз включает в себя 126 линз со значением кератометрии от 42 до 45 диоптрий. С значением рефракции от 1 до 5 диоптрий, диаметром 10,8 мм и со значением эксцентриситета 0,5. Нам понадобится для подбора линз стандартное оптальмологическое оборудование, такое как авторевки-ретометр, щелевая лампа, корнеотопограф, собственно, сам стартовый набор и такие расходные материалы, как флюорициновые полоски, анестезирующие капли, многофункциональные и физиологические растворы. Перед подбором всем пациентам проводим стандартное обследование, состоящее из пяти шагов. Это авторевки-ретометрия, визометрия с и без коррекции, биомикроскопия с флюорицином и без, корнеотопография и оптическая биометрия. На основании полученных данных рассчитываем примерочную линзу. Хочу обратить внимание, что выбор параметров основан на параметрах и рефракции пациента. Далее, рассчитав примерочную линзу, можем приступать к ее примерке с анестетиком. Оцениваем посадку, проверяем рефракцию в линзе, производим пробное ношение в течение обычно 20 минут или более. Затем проводим оценку воздействия. Если принимаем решение, что данная линза подходит к пациенту, можем произвести выдачу линзы в тот же день и, соответственно, обучить пациента пользованию линзами. Прошу еще раз обратить внимание на картину нашего идеального пациента. Это о том, что говорила Елена Сергеевна. Это миопия от 1 до 5 диоптрий, астигматизм до 1 диоптрии. Значение кератометрии среднее от 42 до 45. Периферическая вторичность, по данным кератопограммы, это до 30 микрон, то есть это 1 диоптрия. Иксентриситет от 0,4 до 0,6. Ну и диаметр, говорится, от 11,6 до 12 мм. За 6 месяцев работы с стартовым набором в клинике нам удалось подобрать линзы 16 пациентам. Это 31 глаз в возрасте от 8 до 18 лет. Это 10 девочек и 6 мальчиков с близорукостью средней и слабой степени. И со значением кератометрии, опять же, 42-45 диоптрий. И приведу клинический пример такого пациента, которому подходят линзы из стартового набора. Это пациент 2008 года рождения, обратился к нам с жалобами на низкую остроту зрения вдаль, прогрессирование миопии. Из анамнеза известно, что пациенту 10 лет. Он использует очки, занимается плаванием и также близорукостью отца средней степени. По данным обследований видим, что у пациента близорукость слабой степени и средний параметр кератометрии. При выполнении корневотопографии видим, что роговицы пролейт правого и левого глаза с симметричным паттерном, со средними значениями кератометрии, также средний эксцентриситет и средний диаметр. И торичность в центре и на периферии минимальные. При выборе метода коррекции учитывали прогрессирующий характер близорукости, занятия в спортшколе 5 раз в неделю, а также предпочтение семьи и ребенка. Нами было принято решение о подборе ортокератологических линз. Параметры представлены на слайде. Вот такая получилась у нас посадка. Линзы были выданы пациенту в тот же день, успешно обучен. Через месяц ношения линз острота зрения высокая. Пациент все делает сам, полностью удовлетворен зрением в школе, на улице, при занятиях спортом. На топограммах мы видим центральные воздействия. И при биомикроскопии с флюорицином эпителиопатии нет. В завершении хочу выделить преимущества. Наличие такого набора в клинике для пациента. Это, конечно же, получение линз в день обращения. Это отсутствие ожидания заказа, соответственно. Соответственно, сокращение сроков подбора, сокращение визитов в клинику. Ну и можно увидеть результат подбора на следующий день буквально, как для родителя, так и для пациента. И преимущество для врача – это формирование опыта в новой специальности, оттачивание навыков подбора, быстрая оценка результата своего подбора, опять же, отсутствие ожидания заказа и сокращение сроков подбора. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексеевна.